А перед просмотром данного видеоролика подпишитесь на канал этих парней, на нем они снимают юмористический сериал, играют в CSGO, Minecraft и планируют кучу других проектов. Там же там выходят теории, распаковки вещей и другие новости гик-индустрии. Подписывайтесь на их канал, ссылки в описании, ну а мы начинаем. Прежде всего, хочу сказать, что в детстве я являлся большим поклонником этой истории и пересмотрел много разных сезонов. Если у кого интересно, то моим любимым был Mystic Force с его суперкрутой темой на заставке. Но прошли года и сериал стал неинтересен в связи с тем, что он был слишком глупый и уже не мог внушать так, как раньше. Сама концепция Рейнджеров для меня всегда являлась таким удивительным событием, потому что имея такой потенциал на интересную историю, они просто его просрали, создав кашу для детей. За что, конечно, их винить нельзя, потому что, ну, сериал изначально создавался для детей. Но вот выходит экранизация, которая должна привнести что-то новое во франшизу и запустить новую ветку франчайза. Удалось ли? Фильм «Могучий Рейнджер» 2017 года представляет из себя экранизацию именно первого сезона сериала, но более логичную, серьезную и эпичную. Первое, что хочется похвалить, это то, что режиссер по-настоящему раскрывает всех главных героев и дает им характер, предысторию, эмоциональный оттенок и взаимодействие между собой, создавая из них не просто команду одинаковых по типу людей, а делая настоящих разносторонних личностей, которым приходится узнавать друг друга, чтобы в итоге работать в команде. На самом деле, с помощью этого картина пытается донести смысл от того, что несмотря на то, какой бы ты ни был, ты сможешь подружиться с любым человеком и сделать нечто большее, чем ты думаешь. Это замечательно. Правда, картина слишком перебарщивает с этим, и в какой-то момент, когда бы уже надо дать напор в экшене, его попросту нет. Есть действительно какие-то пустые сцены, затянутые и так далее. Вообще, экшен показывают в фильме сначала в самом начале, потом совсем чуть-чуть в середине, где происходит, по сути, их тренировка, что нельзя считать за настоящий экшен, и под самый конец уже фильм выплевывает весь вот этот вот скопившийся поток на тебя. Что ни есть странно, экшен в фильме цепляет и выглядит живо и бодро. Наконец-то в могучих рейнджерах зорды падают на дома и разрушают окружение. Я так давно этого ждал. Правда, жаль город Энджел Гроув и его житель. Что насчет графики, тут неоднозначно. В начале очень достойно, просто все суперски детализировано, но с каждой секунды фильма графика становится все хуже и хуже. Да, в конце графика невеликолепна и далека от идеала, но и не так плоха, как мы думали. Да, где-то видно мыльность, где-то хромакей, но благодаря динамичному экшену ты как бы не замечаешь этого всего. Также хочется похвалить злодейку Риту Репульсу в исполнении Элизабет Бэнкс. Редизайн и переделка Ориджина персонажа пошла только на пользу Рити и сделала из нее настоящего демона и в то же время красивую угрозу, которая действует без лишних слов. Да, конечно, можно пристать к некоторым моментам в ее поведении в плане сюжета, но по сути ничего откровенного, такого рокового я не заметил. И мне понравился ее образ и актерская игра. Устрашает, обораживает и вызывает восхищение. Брайан Крэнстон, к сожалению, особо ничем не удивил, ибо был голограммой в стене, которая является учителем, ну, подсказкой для главных героев. А что в плане сюжета в целом? Ну, он неплох. Конечно, есть глупые диалоги, какие-то сюжетные несостыковки, откровенно бредовые сцены, но если так посчитать, то не все так плохо, как ожидалось. Мне кажется, что все эти моменты дань оригинальному сериалу, потому что в некоторых сценах прям ловишь себя на мысли, блин, это же было в сериале, и такой восхищаешься в душе. Зато сценаристы попытались создать по-настоящему серьезный лор вселенной, который объясняет вам все про рейнджеров, кто они, зачем они, откуда они, и кто такая Рита, и чего она хочет. Все это было объяснено на детальном уровне, чтобы в будущем сиквелы были логичнее и интереснее. Ну, вообще, чтобы сиквелы были. Музыкальное сопровождение 50 на 50. Оригинальные композиции, которые написал Брайан Тейлор, эксперт в плане создания музыки к супергеройке, и в этот раз используя разные стили и подходы, чтобы достичь нужного саспредства, просто вытворяют очень классные композиции. А вот авторские треки иногда были вообще не в тему, их было слишком много, как в том же отряде самоубийц, но в отличие от отряда, здесь треки, ну, плохие, если честно. Мне не понравились. Зато, когда играет их главная тема, мурашки идут по коже. Да и вообще, в фильме много фандома и пасхалок на другие франчайзы, поэтому сыщиков на сеансе вы сможете поиграть и от души поорать. Оценка 7 из 10. Поставил бы 8, да, некоторые откровенно бредовые сцены не дают этого делать. Ну, а на этом был я, Black's Infinity. Если вы уже посмотрели фильм и готовы дать свое мнение, обязательно пишите его в комментариях. Мне всегда интересно, что другие люди думают о фильме. Ну, а с вами был я. Всем до встречи, пока, берегите себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok